Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях депутат Совета депутатов городского округа Люберцы, заместитель генерального директора акционерного общества «Люберецкая теплосеть» Владимир Николаевич Брянцев. Здравствуйте, Владимир Николаевич! Здравствуйте! Ну, как всегда, мы общаемся с депутатами. Депутаты у нас, вот Советы депутатов – это люди, которые, ну, фактически общественная нагрузка такая, которую они сами для себя выбрали, победили в выборах, представляют своих избирателей. Но помимо этого есть основное профессиональное направление. И у вас оно, ох, такое, как это, радующее слух всем и журналистам, и просто жителям, потому что теплосеть – это всегда с одной стороны тепло, да, с другой стороны – это коммунальные услуги, за которые нужно платить, и с третьей стороны – это еще иногда и ремонт, да, или, например, не приведи Господи, какие-то аварийные ситуации. Ну, все-таки никуда не денешься. И вы занимаете там должность заместителя генерального директора, вот у нас недавно был прямой эфир с главой, мы задавали вопрос, вообще, как строится процесс, то есть, вот мы вышли из той зимы, все расслабились, или все время постоянно идет подготовка к весне, потом от весны, вроде как летом, можно расслабиться, да, топить ничего не нужно, а потом начинается новый сезон, да, зимний. Вот как выстроен этот процесс, и насколько мы сегодня, как мы в него вошли в этот год? В отопительный период мы вошли полностью готовыми, вот. Подготовка, да, она в течение всего года происходит, но летом она, так как отопление прекращается, подача отопления… Можно расслабиться? Не расслабиться, а наоборот, ускориться, чтобы успеть за эти 3-4 месяца от конца отопительного сезона до начала нового сезона подготовить все, ну, оборудование, тепловые сети, чтобы не было проблем. А что ломается? Что вот может поломаться? Трубы, что ли, где-то? Изнашивается. Но оборудование изнашивается, ресурс есть, вода по трубам течет, соответственно, износ происходит изнутри. Через какое-то время мы это стараемся, конечно, контролировать, отслеживать. Что-то в планах есть, да? В планах капитального ремонта обязательно есть. У нас порядка 10% от общего числа тепловых сетей заложено в план капитального ремонта. То есть летом это активно все выполняется. Ну, соответственно, это не только тепловые сети, это и большое котельное оборудование, котлы, насосы, теплообменные оборудования. Все контролируется. Предприятие Люберецкая теплосеть – это очень большое предприятие для нашего городского округа. Трудится порядка тысячи человек. Вот специалисты у нас высшего класса. Все свою работу знают, умеют, относятся с душой. Стараются, чтобы жителям как можно меньше было дискомфорта. Чтобы было тепло и уютно. Когда тепло, никто о вас и не вспоминает, понимаете? Они вспоминают, правда, только еще в один момент, когда надо платить. Этот момент есть. От этого момента зависит и, я так понимаю, и работа тепла. Ну, вообще многое чего зависит. Вот на сегодняшний день, ну, я не спрашиваю вас конкретные цифры, но улучшилось вообще принцип оплаты. Или он примерно так же остается, кто-то не платит месяцами. Такого, чтобы не платили злостных, ну, единицы, наверное, если есть. Но это больше знают управляющие компании, так как у нас договора заключена с управляющими компаниями. Но так как мы в округе все друг друга знаем, общаемся, есть некоторые жители в нашем городе. Принципиально. Принципиально, но это единицы уже, скорее всего. Такого сейчас большого аху в этом нет. Я почему об этом говорю? Потому что вот вы же сами сказали, что нужно менять сети, да, ну, какие-то ремонтные работы. Они же тоже не с неба, эти деньги-то падают. Да, какие-то необходимо вкладывать в финансовые средства. Ресурсы, конечно, которые приходятся. Ну, мы зарабатываем за счет тарифа, который нам утверждается. Мы не можем поставить какую угодно цифру. Даже мы, когда заходим в тарифный комитет за утверждением тарифа, мы хотим, понятное дело, чтобы нам дали немножко больше, чтобы вложить деньги в оборудование. Нам тарифный комитет не пропускает. Поэтому цены растут, понятное дело, на отопление. Но это неизбежность всей нашей жизни. Ну, это регулирует тариф. То есть некоторые люди думают, что это же вы, наверное, там сидите потихонечку. Например, плюс 5 рублей, плюс 6 рублей. Это не теплосеть, это не муниципальное образование. Это специальный комитет по ценным тарифам. Ну, с другой стороны, насколько я понимаю, когда вот включается отопление, все равно где-то пробки происходят. Наверное, самый сложный период. Люди дозваниваются, надо где-то. И где-то холодные могут быть батареи. На самом деле, да, самый сложный период. И вот такой период, какой был в этом году. Затяжное лето. Да. Сложнее пускать отопление, когда вот такое межсезонье. Если бы погода сразу устоялась, там минус 5, минус 7 градусов, то было бы проще. А когда играет температура, оборудование себя ведет по-другому. Вот, мы выдаем температуру теплоносительную согласно температурного графика. Если температура окружающего воздуха невысокая, то мы температуру даем... А теплосеть этого не очень понимает. Мы не можем дать больше. Вот, мы не можем. И когда температура уже морозится небольшой, да, мы даем температуру теплоносителя больше. И, соответственно, система начинает быстрее работать правильно. Ну, то есть, ну да, как любой автомобиль, грубо говоря, должен работать. Да. Если он работает, он должен работать. Но тут я еще извиняюсь. Взаимодействие с управляющими компаниями очень хорошо нам помогает. Потому что мы-то подаем ресурсы до дома. А внутри дома, в системе, управляющие компании, зависит от того, как они потрудились и подготовили дом. Всяли систему, у них работает. Ну, в основном, не скажу, что у нас прям идеально все проходит. Все хорошо. Хорошо. Есть небольшие моменты, с которыми справляемся оперативно. То есть, замечания, ну, жители тоже, конечно, и пишут, и управляющие, и нам, и в администрацию. Кому только не пишут. Ну да. Но таких глобальных каких-то сложностей нет. Понятно. Хорошо. Хорошо. А вот, скажем, есть какие-то, ну, не знаю, если вы в курсе, именно температурный режим. Он как-то выстраивается в зависимости от температуры воздуха или он на всю зиму примерно одинаковый? От температуры воздуха. Это температурный график. То есть, соответственно, если сегодня температура наружного воздуха ноль, то мы подаем температуру теплоносителя такого-то градуса. Вот. На обратном трубопроводе такой-то градус. Все. Согласно этому, выстроено все оборудование, которое на предприятии работает. Хорошо. Вот вы сказали о кадрах, да, немножко поговорим. Приходят ли к вам сегодня на работу? Потому что, ну, все, наверное, работа такая довольно-таки сложная. Особенно то, что касается там прокладывания, замены. Опять же, работы с оборудованием, которое нужно. Но тут же еще ответственность какая. Что-нибудь не докрутил, перекрутил. Оно и привело к какой-то аварии. А кто эти люди, где вы берете кадры, вы просто объявляете набор или как-то сами выискиваете их? Тем более, вы сказали, у вас такой большой коллектив работает. Ну, честно говоря, разные методы. Есть работы с персоналом. То есть это у нас и отдел кадров работает. Это у нас взаимодействие есть и с энергетическим институтом. Вот. У нас студенты даже на практику приходят, которые остаются. Понятно, что на начальном периоде зарплата может быть низковата. Но очень много у людей, кто приходит, они видят наш интерес в работе, потенциал им нравится. Они заводятся и начинают с удовольствием учиться то, что в теории, на практике. Ну да, это самое... Ну, как любой... Да, да, да. И, конечно, наверное, немножко скрашивается. Со временем, возможно, это перерастает, когда человек становится большим специалистом. Либо остается, либо начинает. Но это, в принципе, во всех структурах такое бывает. Понятно, хорошо. Ну и мы понимаем прекрасно, что зима все равно будет, даже если она будет скоротечной. В этом году, конечно, и сентябрь, и октябрь, и даже ноябрь бьют, по-моему, очередные рекорды. Вот, честно говоря, уже как-то даже страшновато точно становится, что... Может, скоро и теплосеть не понадобится, я так скажу. Ну, я думаю, что вряд ли. На нашем веку хватит. Но, тем не менее, если, например, происходит... Существует ли какая-то схема, если происходит, ну, серьезное ЧП, может быть, даже не связанное с человеческим фактором, ну, вот что-то происходит, есть какая-то схема на местах, или управляющая компания, или какие-то специальные ремонтные группы, которые срочно выезжают в самый холод, обычно все в самое сложное время происходит. Существует такая схема работы? Обязательно, конечно. У нас целое структурное предприятие, это аварийно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно. Вот, в случае возникновения каких-то ситуаций, оперативно бригада выезжает, вот, во все установленные сроки, на которые положена ликвидация этой ситуации... Они есть такие сроки, да? Да, эти сроки есть, они регламентированы, то есть, проблем... Ну, я не помню, чтобы такое что-то было... Серьезное. Серьезное, грандиозное. Вот это иногда тоже, чтобы не расслабляться, потому что... Ну, я так скажу, для людей серьезность, вот, утром была вода, днем ее нету. Днем нету. Ну, где-то прорыв трубопровода произошел, оперативно аварийная бригада устраняет, ну, понятно, что она тут же через 5 минут горячая не потечет из крана. Ну, у людей у кого-то терпения не хватает, кто-то начинает нервничать, а кто-то подождал еще 2-3 часа, и вода пошла. В принципе, все укладывается. Но важно, что это тоже, исходя из аварии, вот вы говорите, есть, да, через сколько должно быть там ликвидировано, да, через сколько должна быть... Потому что я помню еще, советские времена, в принципе, можно было ждать иногда и очень долго. То есть, могли быстро сделать, но где-то забыть что-то включить. Пока, значит, бабушки, ну, дедушки не начнут там трезвонить, а добиваться. То есть, сейчас все-таки более... Кстати, а цифровизация у вас присутствует в вашей работе сегодня? Присутствует, но не полностью. На каких-то объектах присутствует цифровизация, да? Ну, понятно, что температурный режим, и вот инженеров много, да, потому что сейчас же сетуют наши чиновники, что у нас все хотят, ну, бизнесменами быть, а на инженерные специальности мало кто приходит. А вы говорите, что у нас инженерный корпус более-менее ничего, да, работает? Инженерный корпус более-менее ничего. Даже я скажу, что вот общаясь с людьми, вот, помимо основной профессиональной деятельности, то есть люди хотят идти и учиться на инженеров. Уже спрос гуманитарных, наверное, вот... Упал, да, немножко? Да. Падает. Решили делом заняться, скажем так. Я просто говорю, не просто так. У меня сын в этом году сдает ЕГЭ, и он собирается как раз, вот, он думал, думал, вот, и собирается в физико-техническое направление. Ну, это папа, наверное, его направляет. Может, он петь хочет, а вы его заставляете. Нет, не хочет он? Нет. И друзья, с которыми он общается, вот тоже разговариваешь, как-то они вот на инженерную прям настроение у них хорошее. Это радует. Это радует. Ну, скажем так, что и гуманитарно, и неплохо. Лишь бы, если человек талантлив, конечно, если он умеет петь и будет петь, радовать нас, то каждый найдет свою профессию. Другое дело, что когда все вдруг начинают куда-то в одно место идти, это, наверное, не совсем верно. Сейчас сделаем небольшую паузу, будем во второй части говорить уже о депутатской деятельности. Напомню, что в гостях у нас Владимир Брянцев, депутатцы – это депутатов городского округа Люберцы, заместитель генерального директора Люберецкой теплосети, или теплосети. И говорили мы о том, как работает это предприятие. Будем надеяться, что я все выяснил. Даже если что-то у нас произойдет, немного потерпите. Нам обещают, что все это будет быстро ликвидировано, и зима будет теплая. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим мы с депутатом совета депутатов городского округа Люберцы, заместителем генерального директора акционерного общества «Люберецкая теплосеть» Владимиром Николаевичем Брянцевым. Ну, а во второй части о депутатской работе. Потому что это, кстати, для вас нагрузка, удовольствие, или вы не могли по-другому? Это не нагрузка, это не удовольствие. И я не мог по-другому. Так, а что это? Мне это нравится. О, неожиданный ответ. Да, мне это нравится, когда, проживая в доме на своем округе, просто люди знают, что они могут обратиться, пускай какой-то небольшой пустяковый, или дворник плохо убрался, или еще что-то. И это помогает людям жить. Тем более, ну, как бы свой. Немножко счастливее, да, на территории свой. А как идут потихонечку к вам? Как вас находят? Где вы принимаете? Принимаю я каждый последний вторник месяца воинов и националистов, дом 15. Это помещение ЖУ-6. То есть, в своем, как бы, родном ЖУ? Да, 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 в своем родном ЖУ как раз мой дом находится. И с чем люди приходят? Какие сейчас проблемы возникают? Абсолютно разные. Это так же, вот как сфера жилищно-коммунальных услуг, она объемная. Да, там много всего. Вот, а тут жители все. И благоустройство, и то же самое, пускай, отопление. Та же вода. Ребенок в школу, в детский сад. От лампочка не горит, то есть, там, хулиганит, милиция не реагирует, участкового не знают. Ну, то есть, спектр вопросов огромный. То есть, вы иногда даже удивляетесь. И такое есть, да, и такой вопрос может прийти. Вот, но это ж какую надо выдержку? А кто-то еще приходит просто поговорить. А, и такие есть. И такие есть. И надо говорить. Несколько раз приходили две женщины, задают вопрос, я им отвечаю. На следующий раз опять тот же вопрос. Я говорю, я вам уже говорил. А третий раз приходит. Мы просто приходим с вами поговорить. Спасибо большое. И надо же говорить. Да, и надо. Это не напрягает, это сложности нет никакой. Потому что, когда видишь, в людях тоже душевную теплоту какую-то. И приятно разговаривать с людьми. В основном, в принципе, все жители у нас добродушные. И не скажу, что они требовательны, что им надо что-то сверхъестественное. Какие естественные. Да, да, да. Да, все адекватные люди у нас. Ну, хорошо. А бывают проблемы, которые можно решить быстро. Там лавочка, опять же, дворник. Кому-то там указать, кого-то подтолкнуть, кого-то, может быть, наказать. Через какие-то другие компании. У вас же все-таки депутатское в хорошем смысле слово братство существует. Но другие вопросы решать можно быстро. А бывают такие вопросы, которые прям сложные, которые нужно уже подключать депутатов в областной думе, или куда-то, ну, немножечко надо вложиться творчески в этот вопрос. Такие моменты бывают, но реже. В основном мы стараемся, да, решать здесь местным депутатским корпусом. В принципе, у нас очень тесное взаимодействие с администрацией. Все открыты. Кабинеты всех замов, главы. То есть достучаться можно до всех? Да даже не достучаться, ну, просто сразу слышат, сразу реагируют. Ну, а вот что решают сегодня депутаты? Я так понимаю, что дело штамп бюджета у нас приближается, да? Как будут очередные... Это тот самый момент, когда, с одной стороны, бюджет невозможно, ну, может быть, так сказать, совсем правильно всем депутатам, ну, они знают свою проблему, всем хочется от этого бюджета что-то получить. Ну, как это и должно быть. С другой стороны, есть наверняка объективные вещи, куда, ну, больше нужно средств ложить, а есть, где можно, ну, скажем, своими силами, да, как-то постараться этот вопрос решить. Вот как это будет проходить? И если у вас какая-то программа с коллегами-депутатами, вы же состоите в комиссии определенную еще? В комиссии определенную состою, в комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, вот, и в комиссии по землепользованию и разостроительству. То есть, в две комиссии, да. Да, две комиссии. Вот, как бюджет будет по комиссиям распределяться или по участкам? Как вообще? По направлениям. По направлениям. И готовятся сейчас, я так понимаю, документы, да? Но бюджет, опять же, в него вносится корректировки, если потребуют того. Вот, смотрятся первоначальные, куда надо потратить. Вот, в зависимости от проблем, которые на самом деле есть, первоочередные они ставятся решения первыми. Ну, и тут еще такой важный момент, что ведь сегодня мы в такой век живем, что люди должны все знать. Раньше, ну, во-первых, депутата и не знали вообще, не слышали о нем многие, да. А сейчас есть возможность депутата найти, чуть ли не персонально написать, ну, с использованием мессенджера, вы же пользуетесь, наверное, какими-то социальными сетями, да, и вас легко найти. То есть, вот, сегодня еще, наверное, требуется какая-то отчетность. Ну, не только там, которая необходима по законам, а именно просто, вот, чтобы люди знали, что да, я работаю, что процесс идет. Задание получил, задание выполнено. Вот, например, возвращаясь к вашей основной профессии, у меня тоже был там, где я живу, случай, что две батареи греют, одна батарея не греет. Я, конечно, очень мучительно долго пытался дозвониться, потому что там, где я живу, ну, это единая вот сейчас система. Раньше ты перезвонил, сразу тебе бабушка какая-то ответила, и к вам кто-то придет. Ну, правда, не обещают, что скоро, но придет. А сейчас ты с роботом разговариваешь. В общем, я написал в итоге, письменную заявку оставил. И каково было мое удивление, когда вечером уже все работало. То есть, как бы все было довольно быстро сделано. Так вот, да, и я еще шел домой, думаю, почему мне никто не перезванивает, почему никто не говорит, когда они ко мне приедут. Я же думал, что у меня должны там что-то осмотреть. Вот этого не было обратной связи. Только сделали, и все. А, наверное, как было бы хорошо, что мы выполнили вашу работу, ну, вот, проверьте вашу батарею, и все будет нормально. То есть, вам приходится отчитываться как-то перед... Я вас понимаю, да. Люди начинают переживать, когда они знают, что... В итоге. Да, что происходит, сделали, не сделали. Им действительно просто достаточно сделать какой-то звонок, вот человек успокоится, и спокойно не будет реагировать, шуметь. А депутат как отчитывается перед своими коллегами? Мы отчитываемся, в принципе, у нас есть отчетный период. Вот, уже год, как я являюсь депутатом, получается... Это ваш первый депутатский срок, да? Первый депутатский срок, да. С прошлой осенью до лета, полгода прошло, вот летом мы отчитывались перед своими избирателями, что сделано, как сделал, какие нам нарекания в нашей работе. А тут сложно ничего, просто правда. Ага. И все. Что не сделал, ну, не сделал, да, получается... Почему не сделал, сказал, почему? Да, почему не сделал, сказал. Какие-то... Я считаю, что даже из такого опыта, не сделанного, тоже надо извлекать опыт, чтобы сделать в следующем. Ну, конечно, конечно. В следующий период сделать то, что не получилось, сделать сейчас. Понятно. И вот люди пришли, много людей пришло? На отчет? Я сейчас понимаю, да, несколько было там, наверное, депутатов, да? У нас это было не один раз где-то встретились, а четыре, а мы по округу несколько встреч было. То есть на встречах было, ну, от 10 до 50 человек, жителей приходили. Ну, это округленно, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Самые активные такие, наверное, да? Да, самые активные. А вы зачем так вот ездили по-разному? Вы же могли бы у себя собраться или как-то? Людям доступность. Вот, иногда по округу, третий округ, я не скажу, что он самый большой, но приличная территория. Вот, и людям иногда проще пройти 200 метров, он придет. А если там будет 2,5 километра идти, ну, где встреча, он скажет, а не пойду. Вот и все, и нам приходится тоже как-то... То есть вы как бы в связке в такой работаете. Ну, я так понимаю, что коллеги вот из других округов, да, они тоже так работают. Тоже так. Так легче. Есть побольше где-то, есть поменьше. Ну, есть, наверное, общие проблемы, которые могут перетекать из округа в округ. Ну, какие-то вещи и так далее. Естественно, и совместные встречи проходят. И в основном стараемся, конечно, чтобы нам проще было к жителям. И им было проще к нам, чтобы тесное взаимодействие происходило. Это очень важно. Хорошо. А как ваша семья относится к вашей работе? На семью-то время хватает. Ну, вот мы про сына услышали, что вы, по крайней мере, знаете, куда он хочет поступать. Вы уже хорошо, значит, разговариваете. Есть время для этого. Как? Хватает время, да, хватает. Тем более у вас сейчас такое событие. К ЕГЭ как относитесь-то? Я не могу сказать, потому что я советскую школу заканчивал. И настолько вот этот отпечаток старой советской школы, он до сих пор еще у нас в голове, что вот эти тестовые подходы, да, стараешься соответствовать, так сказать, молодежи где-то. Но я думаю, что если мне дать ЕГЭ-тестовый, я его не сдам. Я думаю, что никто из нас не сдаст, даже по своей специальности, наверное. Ну, мы, конечно же, желаем и вашему сыну, и всем ребятам уже такой период. Сейчас Новый год отгуляется, начнется там уже самое такое слово – весна. Весна придет внезапно, и зима, и весна приходят обычно внезапно. Ну, и еще такой вопрос, который, конечно, тоже касается. Люди вот больше стали знать о своих депутатах. То есть вот вы сказали, приходят 10-50 человек. Это вроде бы и немного, с другой стороны, все, наверное, зависит от того места, где они приходят. Люди обращаются к депутатам. Понимают ли они, что депутат может им помочь? Я этот вопрос задаю всем вашим коллегам. Я понимаю. Вот когда я избрался депутатом, и была выбрана приемная, где буду проводить приемы, ну, на первом приеме один человек был, на втором, наверное, никого не было. А сейчас 4-5 человек. То есть это значит, пошла некая такая динамика. Есть, да, люди знают, что в этом учреждении принимает депутат раз в месяц, они идут. Потом, видимо, рассказывают другим, что вот я вот к депутату сходила, вот это и сходи. Сарафанное радио какое-то работает. Потом доступность, вы сами говорите, в соцсетях мы везде есть, мы везде освещаем свою деятельность. Вот, телефон наконтактный, все это доступно. Но, с другой стороны, это и ответственность определенная, да, которую ты тоже вроде все время под каким-то таким, ну, определенным прессом. Невозможно ничего забыть. Вы же наказы получали во время, ну, такие глобальные, да, которые надо, есть, я так понимаю, те, которые можно выполнить быстро, есть, которые долгосрочные и так далее. Вот. Ну, что, впереди у нас будет бюджет, впереди у нас к Новому году депутаты как-то готовятся сейчас, все-таки такой период уже. Сколько тут осталось-то? Раз-два и уже, здравствуй, Дедушка Мороз. Скажу честно, до Нового года еще далеко. Да, еще много можно успеть. Еще много можно успеть, да. Новый год – это хороший праздник, у людей всегда хорошее настроение. Просто постараться сделать немножко его еще чуть-чуть краше. То есть, чтобы все были довольны. Ну что, напомню, речь шла у нас сегодня частично о профессиональной занятости нашего гостя Владимира Николаевича Брянцева, здесь в студии «Открытого диалога», заместитель генерального директора акционерного общества «Люберецкая теплосеть». Депутация – это депутатов городского округа «Люберца». Во второй части мы как раз говорили об этой работе. Мы желаем вам успеха. Вот, приходите к нам еще. Будем надеяться, что никаких чрезвычайных ситуаций с теплосетью у нас происходить не будет. Но в депутатской деятельности вам будет тоже сопутствовать удача. А люди это, как всегда, оценят. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.